Электросхема, которая позволяет включать или выключать лампочку из разных мест комнат. Когда есть случай, как вы? Что вы входите в комнату, щелкаете выключателем, лампочка зажглась. Потом проходите к стенке, щелкаете выключателем, та же самая лампочка выключилась. Щелкаете, она же зажглась. Я узнала, что на этот свет. Видите такое, да? Я зажглась. Отлично. Ну, посмотрите. В принципе, можно себе представить, что там какой-нибудь компьютер, который снимает количество щелканий, посылает в ЦРУ или куда-нибудь еще, в Google, в Яндекс, на обработку. Там, чук-чук-чук, тысяча компьютеров считает, и потом вам приходят сигналы делаться. Вопрос. А как-нибудь без компьютера? Да? Можно. Отлично. Нарисуйте схему. Кто нарисует электросхему, в которой одна лампочка, один источник тока, два выключателя, и при этом, переключая выключатель, вы управляете лампочкой. Любой выключатель. Пожалуйста. Обычно лампочку показывают немножко по-другому. Дело в том, что это тоже элемент цепи, только другой. Лампочку обычно вот так. Представьте себе, что у вас здесь действительно есть источник тока. Здесь подано действительно плюс-минус, все замечательно. Ток войдет при условии, что оба переключателя работают. То есть, это ситуация, когда есть два человека, и если они оба захотели, чтобы лампочка горела, то она будет гореть. Представьте себе, вот вы сидите около этой лампочки, да? Здесь папа командует, здесь мама командует. Если оба захотели, чтобы у вас лампочка горела, оба, значит, включились в свои футуы, и лампочка сгорелась. Но, хотя бы один переключатель к разомкам, то все, уже ток не пойдет. Когда у вас есть сколько угодно хитрая электрическая цепь, достаточно ее в одном месте перерубить, и уже ток не пойдет. Какая мощная здесь не стояла электростанция, у вас уже, если хотя бы в одном месте цепь разомка, то уже ток не пойдет. Поэтому, к сожалению, здесь я вынужден все это убрать. Да нет, у меня не проски там, у меня не мастерство. Либо в одну сторону, либо в другую. Что такое переключатель в одну сторону или в другую? Одновременно оба связаны. Ага, понял, понял. Это жуткая конструкция. Она, конечно, действительно может работать. Я понял вашу конструкцию. Смотрите, источник тока. Здесь лампочка. Это все понятно. А здесь, смотрите, какой ужас. Бревно. Здесь жесткий стержень многометровой длины. Представьте себе, что у вас большая комната, и с одного конца комнаты на другую стоит такая балка. Железная, крепкая, многокилограммовая, где вы подходите к выключателю и элегантным движением эту штангу толкаете. Вот, замечательно. А что вы имели в виду? Вам нужно, чтобы они... Если я один переслечит ключ, то он либо смыкает контакт между твоей арене и своей арене, либо смыкает контакт с чужим-довым выводом. Не понимаю. Вы опять не помните, вот, и у меня выводы. Ага. Один вопрос куда? Ага, много с тремя выводами. А сколько тогда проводов? Один. Нет. Нет, нет, это же хорошая идея. С несколькими выводами. Но на самом деле это будет означать, что и проводов должен идти, а от этого переключать несколько. Вы действительно правы. Только эту идею нужно как-то понятно объяснить. Вы включаете теоретически, может всегда, давайте, бабочки, кто. Но либо... А, отличная идея. Когда труп отрицательный, не улетитиков, а когда разные позиции. Давайте идемте сюда. Это интересно обсудить. Ребят, дело в том, что вы электрическим током пользуетесь каждую секунду. И мобильный телефон работает электричеством. И здесь мы сейчас в аудитории сидим, у нас электричество. Нет, давайте. Дело в том, что в аудитории переключатель может сдавать ток на лампочку. Да. Лампочку всегда. Только либо отрицательно заряженный. Очень хорошо сказано. Отрицательно заряженный ток. А что такое отрицательно заряженный конец? Значит, на котором больше электрона, чем в глаголе. Понятно. Ну, посмотрите наверху. У вас горят лампочки. Вот я в аудитории. У вас дома электрическая сеть. Скажите, пожалуйста, когда вы засовываете провод в газету, там есть положительно заряженный конец и отрицательно заряженный конец? Нет. Там переменное движение. А что делать тогда? Тогда нужен диодный мозг. Диодный мозг. О, слышите? Человек начинал учить физику. Он знает, что для того, чтобы происходило движение электронов, чтобы в принципе шел ток, надо, чтобы с одного конца был плюс, а с другого минус. И батарейку, когда вы берете любую, у вас на одном конце написан плюс, а на другом написан минус. Замечательно. А как же так дома? А дома плюс или минус? А идет за волнами ток. То плюс или минус. Снова был. Правильно. А дома. У вас дома переменный ток. А это значит, что за секунду 50 раз успеваем мениться. Это самый плюс и минус. Понимаете? А поэтому непонятно, как вам ставить включатель. Это, конечно, замечательная идея. Выпрямить этот ток. После этого такой пускать, такой не пускать. Ребят, подсказка. Все гораздо легче. Ток обязательно, образом идет по циклу. Не бывает вот так вот, чтобы вы поставили включатель. Это вы просто не замечаете, что на самом деле в любом электрическом проводе обязательно есть несколько жил. Не бывает, чтобы для того, чтобы что-то работало, был бы только один контакт. Движение тока обязательно происходит по циклу. Здесь мы уже поняли. Это, конечно, решение, но оно чудовищное. Вам нужно будет все время тяжеленную железную штуку таскать. А надо, чтобы было элегантно и выключать. Да, да, да. Так, что? Быстрее. Ну, а где есть очень ток? Слушайте, интересная вещь, а? Он привык видеть в стенке выключатель и не задумывается, что этот выключатель где-то там к чему-то подсоединен. Между прочим, ребята, это ведь бывает не только с праздником. Несколько лет назад была такая замечательная история. Строители, я не помню, что они там делали, вбивали какую-то сваю и, значит, что-то не подумали, не посчитали, вбили ее так, что просто пробили метрополитет. И в результате едет поезд, а тут торчит. То есть с неба пробили. Понимаете, очень многие люди считают, что вот там инженеры, а прочие, это какие-то там недотепы, это какие-то там так себе, вот начальник, вот какой-нибудь там полицейский, да, это вот человек, а инженеришка там, или там какой-нибудь там электрик, это так себе. Друзья, я у вас совсем наоборот. Потому что научиться перекладывать бумажку из одной стопы на другую и ставить штаники там, вот такой формы, а не такой, можно за несколько минут. А выучить законы микротехники, выучить, так сказать, правила работы с материалами, это вполне себе профессия. И настоящий инженер отличается тем, что он понимает, что делать. это не приведет к тому, что там у него все разломается. Ну, не знаю, вы слышали, такая знаменитая история, построим мост в Крым. В период, там, миллиарды, миллиарды рублей, вбухиваем, начинаем, там, бивать сварь. Отлично, мы строим мост. Маленькая проблема, что сколько раз там не бивают, они куда-то вбухают. Потому что идеологическое строение, там, такое, что он именно в этом месте, что этот мир будет убивать, не держится. А почему? А потому что политики, которые принимали решение, построим мост, они принимали его по принципу, подошли к карте, «Ух ты, водка им, а давайте мы здесь вот нарисуем, пусть можно». А спроси юлоку, почему? В этом месте так, в этом месте не так. Ребята, прежде чем что-то делать, всегда надо спросить инженера, а можно ли это вообще сделать? Значит, будут миллиарды потрачены на деньги, и ничего кроме этого. Нет, нет, видно, что не получается. Потому что у вас здесь даже в принципе не предусмотрен источник питания. У вас гореть ничего не будет, потому что они подведены на... Как на Урале. Вот я реклала назад, Урал-давод-завод, пришелся роскошный реклам. Мы придумали супер-трамвай. Все, все рады, что трамвай делал полезно. Вообще-то городской транспорт, эта штука нужная, красивый, замечательный. И вот вчера я читаю новость. Завод отказался от серийного выпуска этих трамваев, от перенимания. Потому что выяснилось, что в дизайнерском, красивом трамвае, понимаете, не был предусмотрен. В дизайне все классно нарисовался. Десять денег, все занесло, все замечательно, начальство прошло, там президенту показали, замечательно. В принципе, внутри не отбили. Его не надо сказать. Об этом дизайне. Вот это вот самый пример, да? Все классно, замечательно есть, планки еще и есть. А кто где-нибудь в виде двигателя не поставит? Итак, открывай. Это сколько там работает на рекламе? Нет, там колеса были, на картинке красивые колеса. Там просто забыли бездовую часть, что этот человек должен быть. А нельзя просто подрисовать? А нельзя просто, Коля, потому что проект любой машины, там все на одной пригнано, чтобы все это работало. Идея проектировщика состоит не в том, чтобы нарисовать красивую картинку, а в том, чтобы понять, где там на самом деле будут располагаться технически важные части. Разгадка на самом деле очень простая. Вот вам источник тока, вот у вас переключатель. На самом деле, вы правильно говорили, что из него должно идти три провода. А именно, один провод идет на вход, и два провода идут на выход. При этом, у него есть строго два положения. Одно положение верхнее, когда защелкнуто вот так. Другое положение нижнее, когда защелкнуто сюда. То есть, он все время соединяет или такую, или такую цель. А вот дальше замечательная штука, смотрите. Это все идет, 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 все замечательно. здесь у нас лампочка. Все замечательно. А вот здесь, вы уже, наверное, догадались, еще один такой же выключатель. вот он, такой же выключатель. Смотрите, что при этом происходит. Вот сейчас ток не идет, потому что этот на вот эту жилу, а здесь, сюда, они не соединены. Но если я щелкну этим, ток пойдет. Или, если я щелкну этим, ток тоже пойдет. То есть, если они у меня, оба стоят в таком положении и в таком положении, то есть, этот вдоль пунктира, а этот вдоль сплошного, то ток идет. Если этот идет вдоль сплошного, а этот вдоль пунктира, тоже ток идет. А в остальных двух положениях не идет. Продолжение следует...